добрый день дорогие подписчики и гости моего канала сегодня у нас мастер-класс по изготовлению чокера вот такие летние яркие украшения которые в этом сезоне самом тренде как говорят можно сделать с подвесочками можно без можно сделать сет из двух-трех чокеров носить разной длины в общем тут уже как ваша фантазия и что очень мне нравится можно использовать различные бусинки и бисер который у вас может лежит с давних пор для изготовления чокера я буду делать вот с такой подвесочкой нам понадобится бисер бусины разного размера разного цвета здесь у меня белый черный но их можно сделать совершенно любой использовать можно вот такие кримпы если у вас колечко разъемное желательно делать с кримпом или с таким колечком если она не разъемная так вот я беру сначала первый вариант это с колечком буду делать на мононить я отрезала приблизительно метр и теперь на середину по центру я этой мононити завяжу узелок привяжу нашу застежку я использую карабин на нем уже есть отверстие за которой сразу можно привязать мононить и она никуда не убежит как говорится так завязываем узелок еще раз проходим через отверстие несколько раз два-три раза можно вот пройти через это отверстие оттягиваем мононит чтобы наш карабинчик оказался центре мононити сейчас подтяну чтобы у меня было вот два конца вместе значит карабинчик у меня оказался посередине еще пару раз делаю делаю два-три узелка для прочности так вот такие узелки сделали карабин наш на месте и теперь проденем два конца этой мононити в иголку хорошенько подравняйте если один конец немножко длиннее то можно подрезать выровнять концы и надеваем иголку так два конца про деле пушка иголки и теперь делаем набор если у вас разноцветные бисер и бусинки можете даже смешать все в одну кучу и набирать не считая бусинки я буду делать подсчет ну вернее первую половину я не считаю так вот мне еще бисер понадобится помельче первую половину я набираю на глаз а потом буду делать симметрично вторую часть но это не обязательно набираете бисер и бусинки как вам нравится можете брать его всех цветов радуги смешать вместе и делать вот такую разноцветную сейчас это тоже модно и летом это будет очень хорошо смотреться на шейке так набираете бисер бусинки бисер здесь можете набирать любом порядке если у вас разноцветная смесь то вообще за пару минут вы наберете нужную вам длину и можно сделать в разном цвете достаточно много разных вариантов если вы делаете практически одного цвета вот чтобы они были как бы тон то сделаете первую с подвесочкой подлиннее и потом еще можете два чокера без подвесок на сантиметр 2 меньше каждый чокер и таким образом у вас получится комплект из 3 чокеров которые носят одновременно сейчас нужно определиться если вы делаете чокер такого плана как у меня с подвеской и симметричный то нужно будет сначала померить какое вы хотите длины делать например если длина у вас чокера будет 36 сантиметров поделим пополам получаем 18 сантиметров вот эти первые 18 сантиметров мы набираем бисер в любом порядке в каком у вас вот чтобы было приятно глазу и затем так вот эти 18 мы посмотрим там здесь еще явно не 18 сейчас точнее измерю значит здесь у меня еще нужно набрать сантиметров 3 4 я буду делать мне надо 19 ночью набираете то количество которое вам нужно половинку половина чокера набрать также продолжаете в любом порядке до середины используйте различные бусинки различные бисер разного цвета и разной фактуры так будет смотреться чокер интереснее наряднее если вы какой-то определенный наряд вы можете подобрать нужного вам цвета именно под этот наряд так теперь вроде так у меня достаточно еще немного бисера и затем серединке там где у меня будет проходить подвеска вот я делаю одинаковые бусинки набираю вот между этими двумя белыми меня будет эта подвеска висеть поэтому я делаю одинаково и теперь я беру вторую половину буду набирать по первой в обратном порядке вот считаю 5 белых мне нужно набрать дальше у меня идет 3 черных а вы делаете так как он набир набрано у вас потом дальше я считаю сколько мне нужно белых так набираю затем у меня идут бисер и бусинка черного цвета а вы держите в руке вашу свою половинку чокера и считаете так как у вас если вы набирали бисер хаотичном порядке то на это не обращайте внимание на набор а просто продолжайте набирать также как вы набирали первую часть не считая бисер и бусинки я продолжаю повторять узор на второй половине своего чокера и вы делаете то же самое по своему рисунку набирая бисер и бусинки в том порядке в котором вы расположили первую часть только как бы в обратном порядке у меня здесь и чешский бисер и китайский бусинки тоже разнокалиберные рандели правда все четыре миллиметра диаметром хорошие стеклянные а вот бисер он разнокалиберный так набираю все подсчет и вы продолжаете делать точно так по своему узору так у меня выскочила мононить с иголки не люблю я с мононитью работать все вышивки я делаю только капроновыми нитками мононить вечно выскакивает выскальзывает из иголки и вообще вышивку желательно делается нитками ну а для чокера вот такого плана подобного нужно можно использовать мононить таким же образом как сейчас мы делаем чокер можно сделать браслетик тоже измерить запястье свое и набрать бисер точно так закрепить застежку и колечко чтобы можно было застегивать браслет и у вас получится тоже комплект чокер и кольки и браслет такая все продолжаю считать бисер чтобы набрать его том же количестве чтобы у меня были симметричные стороны так осталось немного 1 2 3 1 2 3 можете конечно не считать 1 1 хотя бы приблизительно прикладываете иголку и проверяйте на глаз чтобы приблизительное количество было бисера черное белое черное бусинка опять кусочек тут у меня бисерный сейчас мы заканчиваем набор и нам осталось приделать только колечко за которое мы будем застегивать карабин наш последние бисеринки и делаем и закрываем наш чокер так хорошенько подтянули его проверили так чтобы все лежали бисеринки и жемчужинки эти бусинки ровно теперь берем колечко она у меня не разъемная поэтому я не боюсь что она потом проскочит мононить через разъем потому что мононить очень тонкая и как бы мы это колечко не зажали оно может выскочить поэтому лучше использовать неразъемное кольцо проходим несколько раз вокруг колечко оборачиваем и делаем один узелок подтягиваем хорошенько и второй узелок колечко у нас хорошо пришита и теперь прячем концы нашего нашей мононити в чокер чем дальше вы пройдете тем лучше на максимальную длину проходить вот опять у меня мононить выскочила чем выскочила одна сейчас я ее втяну и опять эти все концы короче мы прячем на максимальную длину одну спрятала мы вторую еще даже спрячем насколько сможете пройти иголкой вперед вот настолько выводите прячете концы лишние обрезаете и наш чокер готов вот такой он получился у нас ровненький аккуратный так теперь берем нашу подвеску так разъемная колечко на этот раз так как у меня попалось двойное кольцо так мне здесь она не надо возьму колечко разъемная в один виток так вот такое обычное колечко так делаем так делаем раскрываем его надеваем нашу подвеску и вот на середину где мы определили что это середина нашего чокера сюда мы крепим продеваем наше колечко и хорошенько до щелчка вот его закрываем при необходимости при необходимости еще можно вот так поджать само колечко чтобы оно не выскакивало на ните так все наш чокер готов это я показала первый вариант где колечко неразъемное для крепления сейчас покажу как можно использовать делать чокер с креплением через кримп так для этого я беру опять новую мононить тоже отмеряю метр и опять мне надо будет на середину мононити сделать крепление кримпа для этого на нашу мононить я набираю одну маленькую бисеринку так вот я и не хочет она у меня никак без иголки так вот попалась бисеринка я ее перетягиваю на середину нитки так складываю два конца вместе и опять таки вот вот моя серединка нити и теперь нужно через отверстие кримпи пройти нашей нитью вот тут со серединки есть такое отверстие так вот через это отверстие мы будем продевать нашу мононить ее мы продеваем изнутри вот чтобы наша бусинка оказалась внутри кримпа внутри этих полушарий так вот бисеринка у нас попалась внутрь вот она внутри теперь мы закрываем нашу бусинку прячь бисеринку прячем клинке и сюда вот мы потом наденем наше колечко закроем и наденем но пока я не сильно прижимаю потом закрою сильнее и точно так как вы набирали первые первый наш чокер также мы набираем второй я это сделаю за кадром и только потом покажу как закрываем наш чокер и сделаем замочек точно так как первый чокер вот две два края конца мононити я пропускаю в иголку выравниваю и теперь буду делать набор я буду делать в другом цвете его так вот сейчас я уже набрала у меня такой морской немножко получился чокер бело-голубой и точно так как мы делали вот колечко пришивали мы теперь будем делать нашим замком карабинчик тоже проходим через отверстие два раза вокруг него и делаем узелок затягиваем хорошенько на узелок и посмотрите не перетяните чтобы не порвать мононит хотя это сложно но возможно так и делаем 2 2 узелок 2 узелка хорошенько чтобы не разошлись так подтяну мононит чтобы она мне выскочила как она любит так и точно так как первым мы прячем наши концы концы воду тут у меня концы чокер учитывая то что чокер морской то можно сказать в конце воду так спрячем вот опять выскочил никак не попасть так все вроде попали и я дальше прячу мононит чем дальше тем лучше насколько у вас хватает мононити настолько можете пройти вперед по чокеру все спрятали концы обрезаем хвостики чтобы они не торчали и такой второй вариант у нас чокера получился я его сделал без подвески и с использованием кримпа так вот сейчас я к нему подцеплю колечко разъемное к этому колечку можно потом сделать цепочку удлинитель при необходимости вот так она получается держит кримп наше колечко и теперь наш чокер не выскочит из крепления все вот такие разные вы можете делать с подвесками без подвесом делайте сеты различные вот какой вам понравится я например черные делала черно-красные их можно носить два вместе если сделать третье можно и третье вот сейчас я его вместе положу этот у меня подлиннее с подвеской он должен быть внизу а этот который будет внутри он короче он плотно прилегает к шейке вот получился такой комплект надеюсь вам понравился мастер класс подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч всем пока пока